Товарищи локализаторы, когда в 2014 году вышел фильм с оригинальным названием Captain America The Winter Soldier, вы перевели это как Капитан Америка Другая Война, вам этого тогда никто не простил. Ну а сейчас? Я ведь не первый, вам уже два года из всех щелей пытаются донести, что Endgame это не финал. Да вы вообще отняли у русских фанатов глобальную идею в последних трех фильмах о Мстителях. Когда фразу Endgame во втором фильме сказал Железный Человек, вы перевели ее как это Апофеоз. Когда в третьем фильме эту же фразу сказал Шерлок, вы перевели ее как пошел финальный раунд. Перед смертью, своим мега умом он понял, что все что они сделали привело к Endgame. А четвертый фильм, это и есть тот самый Endgame, о котором говорили во втором части этот Шерлок и в третьей части этот Шерлок. Так Endgame это вообще что? Самый точный русский перевод это концовка игры или развязка. Ну чтобы вы понимали, слово к нам пришло из шахматы, там бывает opening, middle game и endgame, то есть начало, середина и финальная часть игры. И суть, что Endgame это не просто хоп, игра завершилась, нет, это длительность, это длительная битва последняя, заключительная. Это тогда, когда уже невозможно просто прямые атаки на короля и получается, что можно победить только с помощью хорошей стратегии. И многие специалисты считают, что именно умение играть в Endgame и определяет силу шахматиста. То есть вывод, что Endgame это прям такая решающая, большая, финальная битва. Ну назвали бы хотя бы финальный раунд что ли, и то было бы интереснее. Слушайте, как хорошо, что я вообще далек от всей этой темы, не смотрел ни одну часть Мстителей, Звездных Войн, Властелины Колец, Гарри Поттера, да и вообще читаю подобное кино. Сюром, я люблю больше настоящее, жизненное кино. А мы начинаем. А в русском он говорит вот так. Don't feel bad about this. То есть не переживай из-за этого, или как в русском варианте, прими это спокойно. Да, это разные предложения, но это не ошибка. Да и честно, я не против русских локализаторов. Наоборот, я понимаю всю их боль просто перевода, потому что нельзя переводить дословно. Нужно попадать в губы, липсинг, все вот эти дела. Да и вообще, мы порой внутри нашей команды одну фразу с боями переводим. А тут нужно перевести целый фильм. Я понимаю, это тяжелая работа, и вы молодцы. Но все же есть, что сказать. Фраза Just for the Record вообще просто огонь фраза. Да, она переведена верно. Вот пример. Just for the Record, I was at the hospital for a brief moment. Так, с сведенью, я на мгновение побывал в больнице. Вот это вот Just for the Record, это так, ну, к сведению, или, кстати, к сведению. А еще бывает Off the Record. Вы можете говорить ее, когда не хотите, чтобы ваши слова кто-либо услышал еще. Не для протокола, не под запись. Говорю, чтобы только ты услышал. Off the Record. Off the Record. Off the Record. Off the Record. Смотрим дальше. Охзен будет уходом в сегодняшний вечер. Это будет все. Когда я взрываю, я мечтаю о тебе. Это всегда ты. И смотрим по-русски. Кислорода часов на десять. И знаешь, когда я засну, мне приснишься ты. Только ты. Эмоции. Недостаток эмоций. Вот эта фраза, кислорода часов на десять, взята как будто из воздуха. Кислорода часов на десять. Он говорит вот что. Кислород закончится завтра утром. То есть у него остается ровно одна ночь. И если посмотреть только русский трейлер, то можно подумать, что через десять часов от недостатка кислорода он умрет. И где-то там, после смерти, в каком-то загробном мире, ему будет сниться всегда Пеппер. Но это вообще не так. Ну зачем мы потому, что загробного мира не существует? О чем он там будет думать, когда он умрет? Ну не о чем, потому что у него не будет мыслей. А продолжим тем, что в оригинале он передает мысль, что у него осталось кислорода только до утра. То есть только на последнюю ночь. И он уснет и увидит во сне Пеппер. Он знает, что это так и будет, потому что It's always you. Всегда ему снится только Пеппер. Он будет спать и видит Пеппер. И отключится с мыслью о Пеппер. Эмоции. Он железный, но человек. Он хочет показать, насколько сильно он любит ее. Во всех своих снах он видит только ее. Российские вокализаторы, вы убили романтику в Тони Старке. Кстати, Тони говорит When I drift off. Знаете, что такое drift off? When I drift off, I will dream about you. Ты знаешь, сидишь на лекции, а? Она скучная. И так постепенно хлоп. Клюнул носом. Дальше засыпаешь. Ну, и вообще в конце концов такой засу. Мы обычно говорим, что он меня вообще рубит. I drifted off to sleep and I had a dream. Слушай, меня вырубило, и мне приснился сон. А еще смотрите, вот Питер говорит Air I drifted off into slumber. Переводится как Прежде чем я погрузился в сон. Прикиньте, вот это вот три буквы Air переводится как Прежде чем, а сламбар это Дремота или сон. Ну и теперь, как у нас завелось видео про Пикачу, Рубрика Фраза для дам. Сламбар партии! Уууу! Сламбар партии! Сламбар партии! Сламбар партии! Сламбар партии это девичник или пижамная вечеринка. В основном это у дам или у детей. У настоящих мужиков нет сламбар партии. It's not a slumber party, Лоис. Это не девичник, Лоис. Тут собрались настоящие мужики. Убери печеньки, неси оленину. Ну и дальше Капитан Америка говорит. We lost all of us. Мы понесли потери. Тяжелые. На первый взгляд, проблем это и нет. Но есть. We lost all of us. Мы потеряли всех нас. Потери не просто большие, а мы вообще, мы все потеряли. Друзей, семью, самих себя. И дальше. This is the fight of our lives. Но впереди главный бой. В русском можно подумать, что да, они потеряли, но ладно, готовимся к главному бою, который будет. Но нет, бой-то это тут уже идет. И это битва. Битва всей их жизни. И по факту он говорит о всей этой большой битве, которая и есть Endgame. А дальше просто смех сквозь грех. У нас получится, Стив. Теперь внимательно. Естественно. И новые исходы я себе не прощу. Слушайте, какой смелый и уверенный в русском трейдере Капитан. Он говорит, естественно. Естественно. Потеряли половину вселенной, да, естественно, что у нас все получится. Естественно я бухаю, а что мне еще делать? Мы подали нам Капитан Америку как совсем какого-то бесчувственного. Но это не так. Он боится. I know what it is. Because I don't know what I'm going to do if it doesn't. И боится сильно. Не естественно все получится. А я знаю, что это сработает, потому что я просто не знаю, что я буду делать, если не получится. Он в безысходности не понимает, что делать дальше. И если то, что они придумали, не сработает, то все. Но если вы все же по-английски хотите сказать естественно, то можете говорить naturally. 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 А у Капитана Америки безысходность. Эмоции же. Где в русском трейдере эмоции у людей, которые только что потеряли половину вселенной? Она говорит «he wiped out 50% of all living creatures». Она говорит «he wiped out». Фраза «wipe out» вообще очень мощная. Можно перевести и как здесь перевели. Истребил. 50% всех живых существ. То есть истребить, стереть с лица земли. Но можно применять и в других случаях. Я измучен. Я очень устал. Вот я сейчас, конечно, реально wiped out. Время. 7 утра. А я даже не ложился. Вон сижу, монтирую это видео. Прямо сейчас. Поставь лайк. И коммент напиши. Например, «I'm too wiped out to watch TV on Friday nights». Я слишком устаю даже, чтобы посмотреть телевизор в пятницу вечером. Ты вообще слышишь, что я тебе говорю? Извини, я вообще просто убит. Так что говорите «I'm wiped out», когда хотите сказать, что вы измучены, невероятно устали, что вы больше не можете. И если вы wiped out от того, что не понимаете, что говорят в английских фильмах, значит, вам нужно просто больше практики с иностранцами. Прикиньте, как удобно получилось, что у нас есть решение. Мы создали проект в Телеграме, где иностранцы со всего мира общаются с вами на английском, повышая ваш уровень восприятия иностранной речи на слух. Это не просто очередная школа, которая вам рекламируют в интернете. Это, не знаю, настоящий оазис, где ты можешь найти друзей иностранцев и практиковать с ними английский на слух каждый день. И все это в Телеграме. Конечно, да, все это за ваши же деньги, но мы решили, что вы должны попробовать три дня бесплатно. Вот такие мы щедрые. А потом уже решайте, понравится вам или нет. Ссылка, естественно, в описании. Проходите именно по ней и получите три бесплатных дня общения с иностранцами. А уже через месяц именно ты будешь сам находить ошибки в русских фильмах и начнешь смотреть картины в оригинале. Подписывайтесь на наш канал. Вот здесь можете посмотреть предыдущий выпуск косяков локализации нового фильма Пикачу. Вот наш инстаграм. А я Максим. Всем чмоки. Пока.